Всем приветики, друзья! Начинаем новый блог. У нас сегодня тепло, нет, у нас сегодня жарко. Вот июнь, честно говоря, такой какой-то, знаете, вот необычный. Помню, ну, два предыдущих года июнь была такая прям жара-жара, больше 30 градусов, а сейчас так, ну, 20-22 дожди вот каждый день, ну, как бы показывает. Они не всегда есть, но, по крайней мере, показывают дожди, поэтому сегодня жаркий день, выходной, и мы вышли вот сюда, пришли на Подниколе. Сейчас я покажу, переключусь. Это такой парк, возможно, даже мы сейчас покатаемся на самокатах. Сейчас посмотрим. Надо ловить моменты такие. Монастырь женский. Когда-то снимала видео, вот тоже историю разговорную на такой вот скамеечке, и рядом вот эта вот была такая штука. Честно говоря, с ума не знала, что это за приспособление. И в ТикТоке попадались тоже такие вот вопросы, а что это? И вот они подписали, что это такое. Везде сейчас липы цветет, и такой запах класс. Так пахнет вообще просто потрясающе. Ну а здесь вел этот электросамокат в прокат. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Ну, как обычно, наверное. 15 минут 12 рублей, 30 минут 18 рублей. Это скутеры столько стоят. Это электросамокаты 12 рублей 30 минут. В прошлом году было 8 рублей 30 минут, подорожало. Везде много каких-то лавочек, каких-то скамеечек, каких-то беседок. Надо выбрать тенек. Мои пошли туда на горки, не хочу с ним идти. Хочу найти какое-нибудь местечко, поснимать истории. Накопилось очень много историй из жизни рассказывать. Надо мне все это дело отснять. Но мало того, что нужен тенечек, так еще надо такое место, где не очень много людей ходит. Потому что это что-то такое. Пойду-ка посмотрю. Признаться честно, я так не люблю вот эти вот места. Горки вот эти все. Ой, ну понятно, что приходится раньше так больше. Так и сейчас тоже. Саше нравится, он играет там, бегает. Но я его, я не люблю все это. Вот не знаю, мне что-то как-то... Че так как-то у меня отвращение к этому. Поэтому я туда не пойду. Смотрите, какие интересные скамейки. Вот таких еще не было, я таких не видела. Это понастроили. Конечно, классный парк вот этот. Вообще. Можелит. Прикольная скамеечка такая. Шахматные столы, смотрите. Можно идти в шахматы играть. Присесть. Вообще интересно. Так, что тут еще интересно? Такая вот железная скамеечка. ММК написано. Тоже интересно. Это что такое? Могнат. Тоже какая-то такая деревянная скамейка. Так, ладно. Саша набегался. Мокрый, красный. С мальчиком с каким-то бегом. И идем. Идем, в общем, отсюда выходим. Я сняла две истории. Вот тут столько много всего понастроили. Я тут вот как бы даже не видела вот этих вот всяких скамеечек, всяких таких сооружений. Интересно. Очень большой вот этот у нас парк. Ой, тяжеловато подниматься по такой лестнице, конечно. Но что делать? Все, мы осилили эту лестницу. Фу. Это было нелегко. Вон женский монастырь здесь вдалеке. В общем, под Николей это всегда лестница, лестница. Везде надо подниматься. И вышли мы к роддому. Саша выпил бутылку воды, с собой брали. Сейчас зайдем сюда. Какой-то вот ларек. Домочай. Открылся здесь. Купим воды еще. С ума сочинами, так пить хочу. Ага, как же. Купили. Суббота, воскресенье, выходной. Ларек не работает. А пить хочется вообще. Ну, влажность такая какая-то. Ну, просто вот дожди как бы вот висят в воздухе все время. Еще сегодня жарко, влажность. Конечно, пить все очень хочется. Ну, придется идти, потому что здесь поблизости магазинов нет. Ну, магазины в принципе рядом. Может, минут, не знаю, 10-15 пройти. Родильный дом. Здесь я рожала своих мальчиков. Ой, страшное дело. Ну, вообще, вот эти беременности, роды, все вот это вот. Не, ну, а с одной стороны хорошая, конечно, а с другой стороны, ну, нет. Правда, хорошо, что это уже все позади. Вот правда, я так рада, что уже никого рожать не надо. Это, конечно, да, потому что это непросто. Ну, просто мимо, знаете, вот идешь и как бы, конечно, какие-то воспоминания такие вот могут нахлынуть. Показываю мороженое. Вот такое вкусное. Вообще, наше местное, белорусское. Здесь у нас 225 грамм мороженое с ароматом ванили и изюмовым. Вообще, реально классное. Смотрите, здесь очень и очень много изюма. Очень хорошее мороженое. Я вот так вот люблю. Значит, намешало себе мороженое и сок. Сейчас я покажу вот. Ну, обычно, просто другого не было. Пришлось брать вот этот вот добрый апельсин. Поэтому мороженое с соком просто обожаю. Очень вкусно. Приехали мы с мамой в торговый центр. Сейчас все-таки посмотрим ей босоножки. И здесь. Здесь мы еще не смотрели. Поэтому надо это исправить. Тут попутно какие-то там магазинчики, всякие там зоотовары, там еще что-то. Ну, в принципе, заходить не будем. Сходим именно в каре. А потом пойдем, в принципе, в продуктовый. Большой продуктовый магазин. Там тоже что-нибудь посмотрим и обязательно купим. Зашли в каре. Ну, это просто вдруг смотреть, во сколько они, например, стоят. Если я не ошибаюсь, 120 рублей они стоят. Ну, так, для примера просто. Шлюпанцы. 220 рублей. Что тут еще у нас? 150 рублей. Ну, что, ну, Турция. 65 рублей. Ну, это значит, не кожа, раз такие дешевые. 49 рублей такие. Чисто женские. Такие говоря, бабские, если уже так откровенно. Вот такие массивные такие. 95 рублей. И, в принципе, здесь другое все. Не как Марка или Беллистик. 84 рубля. Что-то, честно, даже мне пока ничего не нравится. Такие вот какие-то интересные. Ой, и стоят интересно. 190 рублей они стоят. Такие. Не дешевые. Да, ну, согласитесь, что ничего такого, что можно было бы даже взять, померить, как бы и нет. Да, вроде бы много всего. Но как-то, чтобы, говорю, взять, померить, ничего такого и нет. Мне вот такого плана нравится. Нравится потому, что они удобные. Вот просто. 120 рублей стоят. Но маме такие не нравятся. Она говорит, что они такие бабские. Такого, может, плана. Они какие-то такие массивные. Такие тяжеловатые. И вот здесь вот как мужское сделано. Не очень. Это слишком неудобные такие вот. Ну, вот что, что взять, что померить. Она тоже все смотрит, смотрит. И это что-то обувь, чтобы нравилось. То есть, чтобы было удобно и чтобы нравилось. Эта задача, конечно, не из легких. Не из легких задач. 69 рублей на лалбрисе такие есть. Смотрите, какой прикольный каблук. Вообще такой. Обалдеть. Такие они дико-дико неудобные. 90 рублей стоят. Вот эти вот ничего. Единственное, нашли. Кожаные такие вот. Смотрите, такие, да? Легкие. Но и стоят они 285 рублей. Это почти 100 долларов. Как-то дороговато для летней обуви. А это, посмотрите, какие мощные такие. Ух, вообще. И тяжелые, я вам скажу. 84 рубля. Ну, а теперь зашли в продуктовый. Посмотрим, что-нибудь походим. И что-нибудь вкусненькое, конечно же, купим обязательно. Посмотрите, какие фрукты здесь. Что здесь у нас есть? Нектарины. По 15 рублей. Странно. Что-то как-то дороговато. Я купила в Грошике по 6 только что. Вот такие по 10. Я в Грушике купила по 6. Вот точно такие нектарины. Вообще. Ну, арбузы. Арбузы еще рано в июне. 5 рублей килограмм. Ну, как-то тут из фруктов особо ничего интересного. Для пикника. Прикольная такая штука. Готовая салатики всякие. Котлетки. Сыр какой-нибудь взять. Молочный отдел йогурта. Такое все зеленое вообще. Ну, потому что тепло и дожди. У нас все время дожди, дожди, дожди. Всю ночь шли дожди. Поэтому трава прет, все прут. Он кощет без конца везде. Это типа такая лодочная станция. И хорошо, конечно, только очень так влажно. Ну, вот дожди бы закончились. Потому что июнь какой-то очень мокрый. Было бы, конечно, полегче. Дошли до базара. Купили клубники. 8,90 на 20 рублей взяли. Хорошая такая клубничка. Черешни взяли. Это по 7,90, по-моему. На 10 рублей. А это по 9,90, такая темная тоже на 10 рублей. Ну и огурцы. Огурцы такие килограмм по 2,50 на 3 рубля взяла. Наконец-таки купили маме обувь. Как вы видите, марком. Какие-то новые босоножки появились. Мы их там не видели. 37 размер. 136 рублей. Но была скидка 20%. Обошлись 109 рублей. Сейчас покажу. Там и сразу не отходя от кассы. Значит, надо их надеть будет. Ну, вот так вот они выглядят. Вот такие вот кожаные босоножки на такой толстой платформе. Удобные очень. Что, в принципе, и самое главное. Сейчас можно сразу их и переодеть. В принципе, удобно. Их смотрятся очень даже хорошо. Нормально. Напишите, у кого какая погода. У нас, например, днем сейчас бывает жарко. Действительно жарко. А вечерами выходишь, так вот прохлада. Но сегодня еще нормально. Жарковато. Ну, вот небо такое. Чувствую, что сейчас дождь пойдет. 26 градусов, а завтра 28. Ну, а так где-то 20, 22, 23. В лучшем случае все. То есть июнь какой-то такой холодный и дождливый. Я так ждала. Думала, будет жара. Ну, хочется выгуливать какую-то свою там летнюю эту одежду на жару. А нет. Пока жары как бы еще вот так вот, чтобы совсем жара, жара не было. Вот напишите, вот откуда вы и какая у вас погода. Ну, вот правда, интересно. Красивая такая панорама открывается, когда вот тут вот стоишь на город. У нас как бы город разделен вот на две части, называется. Я уже когда-то говорила, может, за Днепровью. Вот через мост, вот это река Днепр. И поэтому вот тот район за Днепровью. Честно говоря, мне так не нравится. Ну, бывает такой вот чужой какой-то, совсем чужой район. Мне больше нравится другая сторона города. Ну, а так вообще здесь постоять, конечно, очень даже красиво. Ну, посмотреть вообще на город. У нас вот здесь вот такая улица есть. И вот это вот работает всегда и поздно вечером. Здесь делают вино. Он даже, может быть, если будет заметно, в бутылке стоят. Яблочное дешевое вино здесь делают. И здесь все время такой, знаете ли, специфический запах стоит. Но он не противный, такой яблочный, как вот яблочный уксус или что-то типа того. Ну, яблочное вино делают. Поэтому и запах такой всегда. Как я это все люблю. Мороженое. Что-то мороженое без сахара. Ну, так понимаю, заменитель сахара. Лучше пусть будет с сахаром. Вот это мне очень нравится. Вот это вкусное. Надо когда-нибудь вовсе взять килограммчик. А тут все вкусное. Белорусское мороженое, оно все очень вкусное. Зашли в кафе, заказали молочный коктейль. Милкшейк. Ждем. Заодно можно посмотреть тортики. Ну, вот такой вот он, милкшейк. Ну, шоколадный, наверное, вкусный. Никогда такой еще не попала. Вот это у нас центральная улица. Ну, туда вправо, сюда влево. И что хочу сказать. Сейчас я плавно попробую перейти. Тут какое-то давно-давно устроится такое здание. И что это будет, я не знаю. Ну, что-то культурное какое-то там. Типа музей нет. Ну, может, не музей, не знаю. Но что-то будет. Очень давно идут вот эти вот какие-то постройки, строительство. И вот сейчас тут вот проложили вот такую дорожку асфальтовую. Честно говоря, я вижу впервые. То ли не обращала внимания. Она даже не в раз появилась. Она не обращала внимания. Раньше впереди, где вот труба, был хлебозавод. Сейчас там, наверное, его уже нет. Ну, какое-то интересное здание. Что здесь будет? Ну, что-то такое вот. Слышала, кто-то говорил. Связано там то ли, ну, не музей, но что-то типа такого. Хотя музей, честно говоря, у нас вот напротив. Прямо вот здание, прямо. Это у нас музей. И тут же, наверное, что-то типа подобное. Что-то второе будет. Ой, какой сегодня чудесный вечер. Так тепло, так хорошо. Показывала целый день, ну, целый день, что вечером будет дождь. А потом раз, дождь отменили. По приложению замечательно. Себя надо радовать. Вот буду сейчас себя радовать таким вот классическим чизкейком. Ну, надеюсь, что он будет вкусный. Ну, выглядит, по крайней мере, очень аппетитно. Очень люблю такое блюдо. Помидоры, майонез, ну, в данном случае сметана, потому что майонеза не было. Сверху сыр потереть и чесночок. Вообще, просто песня. Мне так нравится, это так вкусно. Кстати, со сметаной тоже нормально. День следующий. Вот такой вот пирожный. Надо попробовать. Красный бархат называется. Правда, маленький какой-то кусочек. Ну, ладно, в принципе, этот чизкейк, который я вам показывала. Я его с трудом доела, но он был, конечно, очень вкусный вообще. Ну, красный бархат тоже выглядит ничего. Попробуем. Там много пирожных, надо перепробовать все. Купили мороженое. Настоящее кобринское мороженое. Написано, что очень вкусно. Сейчас попробуем. Кстати, мороженое очень вкусное такое. Можно покупать. Оно такое жирненькое, такое, его достаточно много. Так что, кобринское мороженое самое то. Да, конечно, у нас на улице сейчас градусов, ну, 18, ну, 19 максимум. И они вот залезли в этот фонтан. Мне всегда интересно в такие моменты, а где их родители? Ну, реально холодно. Еще одно пирожное называется Панчо. Ну, там, кстати, все вкусные. Вот этот красный бархат тоже пирожное очень вкусное. Ну, это такое, там вроде еще орехи какие-то есть. Ну, выглядит аппетитно. Я вроде бы даже когда-то его уже пробовала, просто не помню. Ну, я говорю, там все пирожные вкусные, поэтому себя надо баловать. Цветов насадили. Не было вот этих вот клумб. У нас очень давно вот делают вот эту вот дорогу. Уже часть вот сделали. Красиво, конечно, и продолжают там еще делать. Красиво сделано, конечно, вообще мне очень так, ну, нравится. То, что в этой части что-то делали. Это мы сейчас идем к Атриуму, а там какие-то, я не знаю, песнопения, что-то такое. Сцена, ну, очень-очень громко. Посмотрим, что там такое. Там мы все-таки зашли вот в Атриум, ну, надо мясо тут купить. А тут, смотрите, столько всего, столько всех, вот много людей, прям вообще, сцена, все дела. Вот такой вот получился блок. Зашли мы в торговый центр. Ну, хотим поехать, спуститься в магазин, соседи купить мясо. Поэтому всем огромное спасибо, кто досмотрел, если не идет и конца. До встречи, пока. Продолжение следует...